Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я решила поговорить о том, как стать моделью, потому что мне очень часто задают этот вопрос, и мне, я, наверное, понимаю, что все-таки многие люди действительно не знают, как к этому прийти, как это происходит, поэтому я хочу записать видео. Первое, что я хочу сказать, мне совершенно не нравится, когда это называют модельным бизнесом, мне не нравится, когда употребляют слово «бизнес». Я предпочитаю называть это модерингом. Вкратце я хочу рассказать, как я начала работать, сколько я уже работаю, как это все произошло. Изначально я вообще не планировала ни работать моделью, ни я не думала о том, чтобы быть моделью, я в этом не мечтала, не хотела, у меня просто не было этого в мыслях никогда. Меня просто нашли на улице, я уже, по-моему, говорила в одном из своих видео, как нашли на улице. Я шла по улице, меня встретили. После этого, через месяц, я уже уехала в свою первую модельную поездку, и 4 года я уже езжу, 4 года я работаю. Я твердо убеждена, что если вы нереально красивая или красивый, то вас все равно найдут, вас все равно отыщут, с вами свяжутся, и вы будете работать, если вы, конечно, не сидите где-то в какой-то деревушке, и вас не видно вообще, хотя с нашими соцсетями можно найти абсолютно любого. И, кстати, новые лица ищут тоже через контакт, фейсбук, инстаграм, я не знаю. Я знаю. Повторюсь еще раз, я очень убеждена в том, что если вы мега, супер, нереально красивая, вас найдут и вы будете работать, если захотите. Но, естественно, найти всех и пригласить работать не могут, и это физически, наверное, невозможно. И если вам очень сильно хочется, если вы считаете, что вы прям подходите для этой работы, подходите внешне, подходите по росту, параметры, подходите по духу, тогда берите и делайте, пробуйте. Но заметьте, что на самом деле рост имеет большое значение, и если вы сильно маленького роста, то лучше даже не пробовать, потому что вряд ли вам будут заинтересовываться, чтобы даже попробовать что-то, потому что есть очень много других девочек, которые подходят и по росту, подходят по всем другим параметрам. То есть, если у вас уже изначально нет одного из этих важных критерий, то, скорее всего, ваша попытка не будет успешной, поэтому я бы советовала все-таки трезво и реально оценивать свои способности, свою внешность в плане работы. Все мы красивые, все мы интересные, все мы хорошие, но мы сейчас говорим о профессиональной деятельности. Я имею в виду, вы же не пойдете работать певцом, если у вас нет голоса. Так же и там. Но не всегда так. Если у вас прям нереально красивое лицо, если у вас рост ниже того, который считается нужным или хотя бы минимальным, то вам могут заинтересоваться, вам могут заниматься, и вы можете очень круто и классно работать, но таких единиц и нужно это тоже понимать. Поэтому, если вы верите в себя и вы получили отказ от какого-то агента, то не бойтесь идти к другому, к третьему. Может быть, тогда вы найдете себе агентство и будете работать. Но если вы слышите отказы все время, то, может быть, есть смысл к этому прислушиваться, потому что люди, которые работают в этой сфере, они не говорят это просто так, они говорят это из опыта и знаний. Очередное мое твердое убеждение – это то, что все эти модельные курсы, все эти модельные школы и вся остальная чепуха – это просто развод на деньги. Поэтому я не советую идти ни в какие школы, ни в какие курсы. Это все ерунда, потому что модельные агентства настоящие, они таким образом не работают, они устроены абсолютно по-другому. Правда в том, что если вы заинтересовали агентство, то они сделают все для того, чтобы получить вас. Они научат вас правильно одеваться, может быть, подскажут, как лучше. Они научат вас ходить по подиуму, они научат вас, как лучше позировать. Они, может быть, подскажут, что сделать с вашими волосами или с вашей кожей, отправят к косметологу, сделают первые фотографии, покажут вас разным агентством, найдут вам агентство и отправят в поездку, купят вам билеты, оплатят вам квартиру вначале. То есть те агентства, которые предлагают вам платить какие-то деньги для того, чтобы попасть к ним, или для того, чтобы поучиться к ним, или для того, чтобы поехать куда-то, бегите сразу далеко от этих агентств, от этих людей, потому что это все не настоящее, это не модельное агентство. В модельном мире так не происходит. В том же числе я не признаю все конкурсы красоты, вплоть до конкурсов мира, мисс Мира, мисс, не знаю, Украина, мисс что-то там. Это все бред, это полная чепуха. И я считаю, это не имеет вообще никакого отношения к моделингу и к этим вот конкурсам красоты. Для меня это вообще разные вещи. Теперь давайте поговорим о том, что вам нужно сделать, если вы хотите стать моделью, если вы хотите, чтобы вас заметили. В первую очередь, снимите себе снэпы. Снэпы это просто простые фотографии вас в чистом первозданном виде. Нет, серьезно, это фотографии без макияжа, с чистыми волосами, с чистой кожей, на каком-то однотонном ровном фоне, при хорошем освещении, в какой-то простой одежде. Желательно, чтобы это была белая, серая, черная майка приталенная, чтобы были в идеале черные узкие джинсы, скини. Это должно быть все просто, чисто, светло и никаких побрякушек, никаких ярких цветов, никаких узоров, никаких пестростей, никаких полосочек, никакой косметики. Этого ничего не должно быть. Итак, подведем итог. Снэпы, чистые волосы, чистая кожа, простая одежда, однотонная, однотонный фон, хороший свет. Снэпы вы сняли. Следующее, что вам нужно сделать, когда вы сняли снэпы, это пойти в агентство, в которое вы хотите попасть. Мое агентство в Украине, это Star System, киевское, и второе агентство, за которое я могу тоже ручаться, это One, или First Mother Agency, слово Идашкиным. Это и Star System, за них я могу точно отвечать, они проверенные, хорошие агентства. Остальные говорить не буду, мне вообще кажется, в Украине очень много таких каких-то бредовых агентств, которые на самом деле не агентства, но выдают себя за модельные агентства со всякими там школами, курсами, в общем, выдают себя не за то, что есть на самом деле. Конечно, вы можете попытаться еще найти себе агентство за границей, но это будет сложнее, это не так легко. Вы можете, конечно, отправить снэпы и написать имейлы в разные агентства, но, скорее всего, вам никто не ответит, потому что они и так заняты, куча работы, у них куча девочек, у них работают скауты, которым этим занимаются, и вряд ли вам ответят. Но есть вариант, если у вас есть средства, если у вас есть возможность, вы можете приехать в страну, куда вы хотите, в город, и пойти лично уже в агентство, когда они проводят какие-то open call, они часто это проводят, когда как кастинг, набор в агентство, вы можете прийти, опять же, в лучшем виде, показать свои фотографии, поговорить с ними, они увидят вас, вы увидите их, и они вам что-то скажут. Иногда скауты приезжают из других стран, из других агентств, в страны СНГ, или в другие какие-то страны, они ездят по всему миру, они в поисках новых лиц, новых девочек, и так вас тоже могут заметить, вы можете на каких-то, не знаю, сайтах агентств, или инстаграмах, контактах, в фейсбуках, я не знаю, где это проводится, но вы можете увидеть кастинг, open call, и прийти туда, и вас могут выбрать. Но всегда нужно помнить и учитывать то, что все индивидуально, и все очень разно, для какой-то девочки, в одном агентстве будет очень классно и круто работать, нравится, для другой не подойдет, и наоборот, то есть иногда бывает так, что маленькое и хуже агентство, оно работает для тебя лучше, чем это делает большое, в котором очень много других девочек. Это все, о чем я хотела сказать на эту тему. Я уверена, что в наш век, в наше время, если вы выглядите подходящей для этой работы, если вы подходящий человек для этой работы, то она вас найдет, она вас позовет, и вы будете работать. Пока. Я очень надеюсь, что для тех, у кого был такой вопрос, это видео было чем-то полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить, или я постараюсь снять дополнительное видео. Спасибо, что были со мной. Пока. Увидимся.